Я вышла когда из Донского монастыря, я прошла совсем немного до проспекта Ленина, завернула направо, дошла по проспекту Ленина до Калужской площади, до вот этого Министерства внутренних дел. И на противоположной стороне Министерства внутренних дел я увидела купол этого храма. Собственно говоря, я хотела сюда попасть. Это храм Иоанна Война. Ну, я так считаю, что это покровитель моего дедушки Иоанна Ивана Тихоновича Шкурина. Иоанн Боин. Вход. Красивый храм. Ничего не скажешь. Красивый. Подошла ко входу. Здесь и часы, и такая колокольня. Солнце светит, конечно. Я не вижу почти, что снимаю. Ну, очень благолепно всё. Церковь Иоанна Война, что на Екиманке, построена в 1712 году зодчим зарудным. Значит, здесь написано... Я нахожусь в храме Иоанна Война. Написано, что по благословению патриарха в Духовный центр Российского Православного Университета на Новой площади доставлен ковчег с частицами покрова Пресвятой Богородицы из Шартского собора Франции и кусок платка Пречистой Девы из Рима. В храме также хранится ковчег с мощами святых благоверных Петра и Февронии. Святыни будут до конца марта до 20 часов. В 18 совершается молебное пение. Адрес храма Новая площадь 12, метро Лубянка или Китай-город. Надо обязательно съездить туда, на Лубянку, на Новую площадь 12. Значит, я что хотела сказать. Такая старинная дверь в храме Анны Войны. И находится икона с мощами Анны Кашинской. А в алтаре находится перст великомученицы Варвары. Только его выносят во время чтения Акафиста или в престольный праздник. Ну, в день памяти 17 декабря. Напротив храма Иоанна Война находится французское посольство. Красивейшее здание. Терем. Тут глуховинно может быть. Но тут такие ажурные каменные кружева. Кружева. Балкон красивый. Доехала в метро Китай-город. Вышла в ту сторону, где Новая площадь. Оказывается, это улица, а не площадь. И вот подошла к Российскому православному университету. Он находится вот в таком здании с колоннами. И напротив тоже шикарное здание находится. Необыкновенной красоты. И, в принципе, тоже под такой терем-теремок. Улица, Новая площадь, 12. Град Москва под покровом Богородицы. В храм прибыл Ковчег с частицами покрова Пресвятой Богородицы. Храм Святого Иоанна Богослова Российского православного университета. Вот на плакате написано. Ой, здесь много факультетов. Психология, история, юриспруденция, журналистика, филология, регионовидение России, теология, религиовидение, экономика, реставрация, архитектура, искусство и гуманитарные науки, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Тут столько факультетов. Зашла во двор, завернула налево. И вот он храм, в который я сейчас буду входить, в который привезли частицу покрова Матери Божией и шартра. Шартрского собора во Франции.